Продолжение следует... 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 Когда увидите эти блоки лицом к лицам, это что значит? Это значит, пришло время их очистить. Это значит, в ваших силах совершить необходимые изменения. Это значит, вы действительно, наконец-то, в вашей жизни способны совершить необходимые изменения и справиться с тем, что у вас лежит перед вами. Но, к сожалению, большая часть людей не умеет правильно интерпретировать происходящее событие в их жизни и отходит. А я вам даже скажу так, что у Вселенной, когда вы уже близки к этой цели, когда уже вот-вот вас ждет прорыв, вы и будете встречаться с этими потенциальными возможностями, потому что пришло время для того, чтобы от них избавиться. Понимаете, да? Вот такая вот интересная, метафизическая, неправильно понятая идея для того, чтобы справиться с блоками. Ирина спрашивает, а как же ожидание синхрона? Ага, синхронизация событий – это разные вещи. Мы сейчас говорим о том, когда ты идешь по направлению к цели. Кстати сказать, друзья мои, если у вас нету цели, то мы не можем к ней попасть. Вот сейчас, если у вас сейчас на ближайшее время нет никаких целей в каждой сфере вашей жизни, в семейной сфере, в личной сфере, в бизнес, в финансах, то у вас нету направления. А это не попадете. Если вы сегодня не поставите, не определитесь с этим направлением, вы нигде не будете. У вас ничего не изменится. Все, что вы делаете сегодня, вы будете делать через год, через два, через три, через четыре, через пять, если вы не будете этого сделать. И именно этим, друзья мои, мы и занимаемся в нашем клубе. Вы же знаете, правда? Мы действительно берем определенные аспекты жизни, прочищаем, полируем их, прорабатываем и избавляемся от проблем. Кстати сказать, вопрос подчищения блоков, это именно то, что ждет нас на этих двух занятиях. 14 октября нас ждет непосредственно прямая работа со мной в прямом эфире, когда я буду ставить вам определенные программы, убирать определенные программы и снимать определенные энергетические негативные блоки, которые у нас существуют как раз вот непосредственно в сфере финансов и карьеры. Елена Витапишоп пишет, когда мы думаем, что сдаемся, это значит, мы в шаге от цели. Еленочка, я не могу сказать, что это не шаг, это может быть три шага, но вот именно тогда, когда мы встречаем больше всего препятствий, это как раз говорит о том, что мы сейчас именно и можем с ними справиться, иначе бы они не появились в нашей жизни, понимаете? Поэтому с одной стороны, да, да, Елена, можно сказать, что это значит, что твоя цель уже близка. То, что синхронизация событий в нашей жизни, синхронизация, это способ Вселенной вывести вас на вашу жизнь. Но затем, друзья мои, после этого, после синхронизации вас все равно ждут определенные события, которые будут являться для вас уроками, уроками для того, чтобы вы смогли справиться с определенными аспектами вашей жизни. Итак, непосредственно вопросы карьеры и финансов. Для многих вопрос финансов и карьеры является одним из самых важных вопросов. И действительно, если у тебя нет финансовой базы в жизни, друзья мои, если у тебя нет базы, то без финансовой базы у тебя нет, так сказать, основы. Понимаете, когда ты строишь дом, правильно? У тебя сначала в доме появляется база. Если у тебя нет этой базы, то у тебя падают, рушат все твои мечты, рушится твоя духовная жизнь, рушится твое направление. Потому что, друзья мои, правда очень проста. Если ты действительно не можешь иметь вот этой финансовой базы, которая выдержит, которая поддержит тебя, то, друзья мои, вы не сможете найти остальные балансы в остальных аспектах своей жизни. Потому что финансы, они, это база, это база, которая может выдержать наши мечты, наши поиски. Финансы – это то, что помогает нам духовно расти, ездить на эзотерические туры, на эзотерические поездки, на активации, на исцеление. И те, кто думает, что он там один раз съездил в какую-то сакральную поездку, и на этом его жизнь закончилась, те ошибаются. Процесс духовного роста – это ежедневный процесс. Процесс занятия собой – это действительно вклад, который мы обязаны делать в себя. Никто за нас этого не сделает. Если ты сам себе не позаботишься о себе, никто тебе в этом плане не поможет. Что такое карьера? Для многих карьера – это то, что… Вот я пошел в университет, вот я там научена кого-то, и у меня есть карьера. Но я думаю, что многие из присутствующих здесь, кто присоединяется к нам сейчас в прямом эфире, многие, кто присоединяется к нам в записи, я думаю, что мы все можем согласиться, что мы все знаем людей, которые прошли обучение, которые обучились и сидят со своими дипломами, сидят со своими тренингами и ничего с этим сделать не могут. Причем это не только в метафизике. У нас здесь в Америке такая же ситуация. Вы прекрасно, наверное, понимаете, да, чтобы там, допустим, быть доктором, профессором, это требует денег. Чтобы получить просто образование, стать психологом, на это тебе потребуется там 30-40 тысяч долларов, которые люди взаим и начинают свою работу, да. Затем они получают образование. И что вы думаете, вот они прям вот вложили 30-40 тысяч в себя, и что они прям послезавтра теперь уже работают психологом? Нет. Правда заключается в том, что большая часть людей со своим образованием, со своими дипломами и со своими финансовыми долгами, которые они вложили в себя, сидят без работы, потому что не могут найти себе применения, не могут найти себя. И не могут и заработать-то на этом не могут. На тех деньгах, которые они вложили, они не могут работать, потому что не проработаны внутренние программы. Или блоки, или уроки. Называйте, как хотите. На энергетическом уровне энергопоток внутреннего человека блокируется определенными энергиями, которые являются частью его системы убеждения, о которой он не подозревает, потому что она находится на его подсознательном уровне. Единственная наша возможность, так что же хранится в нашем подсознании, так это посмотреть на вот этом энергетическом уровне снаружи. Если наружу вы видите вещи, которые блокируют ваш рост, ваш духовный рост и все прочее, это говорит о том, что пришло разбираться. Очень хорошо мне это напоминать, знаете, какой момент, когда у Яски в процессе церемонии, а у Яски шаманы смотрят такое, смотрят и у людей, различные реакции идут. Кто-то может испытывать какие-то симптомы определенные. Допустим, у кого-то может что-то, вот в какой-то момент заболеть. И шаман подойдет, и он говорит, ой, вот у меня, допустим, там здесь декомфорт, он так посмотрит и скажет, ааа, это боль, покидающая твое тело. Так вот, когда блоки встречаются на нашем пути, так это те вещи, которые покидают вашу жизнь, но, опять же, они покинут, только если вы приложите усилия, если вы отвернетесь и скажете, о, ну это значит не мое. Да, как у нас делает там половина, можно так сказать, метафизиков, ой, Вселенная не послала мне денег на вот вебинар, на 14-й, ну, значит, Вселенная не хочет, чтобы я там был. Подождите, подождите, а почему Вселенная должна что-то хотеть в вашей жизни? То есть, вот Вселенной нечего делать, правда, она занимается своими там вселенскими делами, и вот она пришла и сказала, вы, Мария Ивановна, не попадете на следующую встречу, мы вам не дадим сейчас вот этих вот рублей, для того, чтобы вы могли зарегистрироваться. Да? То есть, у вас Вселенная вот такая вот, ты сидишь дома, и у тебя версия такая, что если Вселенная хочет, чтобы я эволюционировала, вот Вселенная сейчас придет, постучит мне в дверь, зайдет и скажет, вот тебе, вот тебе твой путь, вот тебе финансы, карьера, на тебе, делать ничего не нужно, правда? Ну, мы же все прекрасно понимаем, что это просто даже не серьезно, и тем не менее, большая часть людей, большая часть метафизиков ждет именно этого, и называет это, а я жду синхронизации, милая моя, так вы еще не будете ждать. Я вам могу сказать один способ, как избежать блоков. Хотите, я вам сейчас прям в камеру, потому что я прям это мать, но хочу очень поделиться. Кто хотел иметь никаких блоков в жизни? Хотите? Да? Евгения Лайма хочет. Окей, у нас из двух участников, ну, у нас только два человека хотят знать, все остальные думают, ну, вот я не знаю, хочу ли я это знать. У нас есть... Смотрите на меня внимательно. Итак, что сейчас происходит? У меня есть какие-то сопротивления? Нет. А знаете, почему у меня нет сопротивлений? Потому что я сейчас ничего не делала. Вот вам и ответ. еще одна ложь, еще одна метафизическая ложь, которую распространяют различные учители. И эта ложь заключает вам, что жизнь, она должна... Ну, вот слово. Она должна быть... Друзья мои, избежать сопротивления, так это ничего не... У вас не будет никаких сопротивлений? Ну, опять же, до определенного времени, потому что ваш мозг будет их находить. Ваше подсознание и программы, даже сидя дома, начнут вам писать сценарии. Так вот, друзья мои, смысл, мораль этого примера отличается очень в простом. как чем сложнее для тебя ситуация, тем это и является большим. Так что это именно то, над чем тебе нужно сейчас работать. Помните, я говорила, что у нас сейчас сложный период. Помните, у нас сейчас начинается солнечное затмение. Через там неделю у нас начинается лунное затмение. Затем у нас там 17 сентября ждет полная луна. Вы знаете, у нас будет не месяц, а у нас будет просто пристегните ремни, друзья. У нас начинается энергетический роллокостер, который затем плавно перейдет в энергетический роллокостер ретрограда, который начинается с 17 числа. Правда? 13 числа у нас будет солнечное затмение, там 28 числа у нас будет лунное затмение, и это все у нас будет так плавненько переходить в Меркурий в ретрограде. Я думаю, что мы уже все можем чувствовать нестабильность вот этих паттернов. И я вам скажу, мои друзья, если вы не готовы, если вы не присутствуете на наших встречах, если вы не знаете, что происходит, вы будете сидеть дома и спрашивать, о боже, что происходит? О боже, что происходит со мной? Почему я это? Почему я то? И нас это все ждет, этот Меркурий в ретрограде будет по девятый огня. То есть и сейчас начинается время, когда вам необходима максимальная поддержка, максимальная поддержка для того, чтобы не стать жертвой тех астрологических, астрономических, планетарных событий, которые ждут и которые будут по-любому оказывать на всех нас энергетическое воздействие. Как это отразится на ваших финансах и карьерах, если вы думаете, что у вас все проработано, если вы думаете, что у вас все откатано, я вам скажу сразу, вы ошибаетесь. Потому что именно сейчас вы увидите, как новые пласты в ваших финансах, в вашей карьере начнут подниматься, новые дыры будут обнаружены, которые будут являться ожением дыр от определенных к концепций, которые будут являться отражением ваших внутренних программ. Итак, кто является хозяином вашей жизни? Напишите мне, как вы считаете вот в вашей жизни. И когда вы пишете, то напишите более конкретно «Я» это «Кто?» То есть более конкретно, потому что, допустим, «Я» мне это ни о чем не говорит, потому что, допустим, кто «Я» и кто «Ты» «Я» это разные «Я». Поэтому разбейте, пожалуйста, допустим, слово «Я» на более подробные вещи. Хозяин вашей жизни. С нетерпением жду ваших интересных ответов. Елена пишет «Я центр своей картины мира». Это не говорит о том, что я хозяин, это всего лишь говорит, что ты центр своей картины мира, но это не говорит о том, что ты хозяин. Кто является мастером, кто является... Опять Галина пишет «Я творец своей жизни». Окей, замечательно. Кто-то у нас еще хотел бы поделиться, пишите. Сейчас у нас участники принимают активное участие, и очень здорово видеть, как у нас увеличилось количество наших присоединяющихся участников со всех точек мира. у нас и Россия, и Украина, и Латвия, и Соединенные Штаты. Всегда приятно видеть наших единомышленников, правда, Соединенных Штатов. Это очень-очень здорово, что вы нашли время, присоединились. Конечно же, у нас Европа, Лондон, Швейцария, Германия. Я вижу, у нас много и Казахстан на проводе. Здорово, 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 молодцы, что нашли время, пришли и подключились. Так, читаем ваши ответы. Татьяна Дубровина пишет, мое высшее я. Аида пишет, создатель. Евгения пишет, я Евгений, я хозяин своей жизни. Лили пишет, высшее я. Ирина пишет, я поняла, что трудно быть хозяином, когда есть семья, все зависит друг от друга. Раиса пишет, я со творит своей жизни. Елена Меташот пишет, а точки мироздания. Друзья мои, точки мироздания это не хозяин жизни. Атамас пишет, я, мое высшее я, вселенский разум. Татьяна пишет, эго. Ну что ж, мои дорогие, другие, любимые метафизики. Итак, Галина пишет, мои мысли и программы. Абсолютно верно, Галина, вы попали в точку. Мои мысли и программы, это именно то, что является. На самом-то деле, я бы даже сказала еще больше, ваши программы являются хозяином вашей жизни. И на самом деле, сознательная жизнь это 10% вашего мозга, ну там, особых там, развитых духовных людей, да, там 15%. Тем не менее, друзья мои, сознательный мозг имеет очень-очень маленький доступ к вашей, на самом-то деле, жизни. И Творц не является, друзья мои, хозяином вашей жизни. Вот ему прям Творцу делать нечего, да. У него там одна галактика, другая галактика, у него куча вселенной, у него куча-куча существ. Ему нужно прийти, да, чтобы прийти и быть хозяином вашей жизни. Зачем? Он дал вам шанс быть здесь, хозяином своей жизни и преодолеть матрицу программирования, которая управляет жизнью каждого человека, каждого присутствующего имени и абсолютно всех. Высшее «Я» оно только иногда корректирует ход ваших событий, но оно не управляет, оно не является хозяином. Если у вас хороший контакт с высшим «Я», у вас тогда больше шансов, вы можете больше корректировать вы можете больше направляться, лучше, но тем не та вещь, которая управляет вашей жизнью. И Ириночка, которая пишет, что все зависит друг от друга, абсолютно верно, но не в том плане, как вы думаете. На самом-то деле мы зависим только лишь от внутренних программ. И если твоя внутренняя программа тебе говорит, ты зависишь от своего мужа, и эта внутренняя программа говорит, что у тебя есть семья, это ваша реальность. Это именно ваш маленький мир, ваша маленькая вселенная, но это не есть часть реальности всех остальных. Это ваша программа. Значит, «Я никто». Это тоже неправильная точка зрения. Что значит «Я никто»? Потому что на ежедневной основе у тебя дается доступ к определенным аспектам твоей жизни. Но опять же, этот аспект твоей жизни порождает иллюзию. Вот это вот эго. 10% нашего сознательного ума является нашим эго, которое уверено, что именно является самым главным водителем, так сказать, вашего автобуса жизни. Но на самом-то деле ваше эго является пассажиром, которое должно сидеть на заднем сиденье, рассматривать жизненные уроки и решать, как оно может их разрешить. Внутренние программы, о которых вы даже не подозреваете, являются именно той вещью, которая управляет этой вещью. Ирина пишет, «Разве почти 100% наших мыслей не крутится вокруг наших самых близких людей, а у них тоже свои программы? Нет, Ирина, 100% действительно не крутится вокруг наших самых близких людей, должен быть баланс. Если у тебя нет баланса, то от тебя скоро ничего не останется. Если 100% твоих мыслей вокруг твоих только близких людей, если у тебя ничего не остается для себя, если у тебя на самом деле твоя чаша пуста, тебе ничего дать твоим близким людям, Ириночка, это иллюзия того, что мы посвящаем себя. Мы никому на самом деле не можем посвящить себя, кроме как самим себе. Почему? Потому что если ты станешь более лучшим человеком, только этим ты сможешь помочь своим детям. То, что ты становишь служивая, апстиривая, и готовит твоих близких людей, это всего лишь говорит о том, что ты прислуга, это не говорит о том, что ты действительно способна сделать какой-то серьезный вклад в их жизнь. Ириночка, если ты сама несчастливая женщина, и ты не можешь научить своих детей быть счастливым, потому что научить счастливо можно только своим примером, и мы как родители учить своих детей быть счастливыми, но если мы их учим жертвенности и самоприношению, мы приносим себя в жертвам, семьям, мы чувствуем себя заложниками наших семей. Ой, я не могу поехать на этот тренинг, ой, у меня дети, ой, не, я не могу послушать ваш вебинар, у меня дети. Вы что, мать-одиночка? Если мать-одиночка, я еще могу понять, но там, зависит от возраста, можно договориться, и можно дать немножко свободы, чтобы они там сами расположились вечером, для того, чтобы приступить на вебинаре. Но только имея энергетическую подпитку, вы действительно можете что-то подарить своим близким людям. И вопрос карьеры, некоторые говорят, ой, а у меня вот нет карьеры, я вот сижу дома. Карьера, это не совсем то, что вы думаете, друзья мои. Карьера, это ваше самовыражение. Карьера, это понимание своего жизненного пути, своего предназначения. Карьера, это нахождение себя. Многие пишут, ой, а какой мой жизненный путь, ой, а чего я пришла, ой, я не могу себя найти. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у тебя внутренние блоки, которые инвестируются в этом незнании, а это значит, что у тебя сейчас прекрасная возможность прийти и начать работать над этими необходимыми переменами и изменениями. Понимаете, да? И это очень-очень важно для личного понимания вашей финансы, вашей финансы, наши финансы, это отражение подсознательных программ. «Да, мы проходили, мы работали, но не работает». И вы только что испортили себе всю вашу проделанную работу. Если бы можно было, друзья мои, взять и полностью сейчас изменить, сказать, «Ой, я вот сознательно хочу, чтобы у меня было больше денег». И тогда сознательно ты берёшь твоё подсознание, но у нас нету прямого контакта с нашим подсознанием. У нас нету прямой связи, в этом-то и весь смысл нашего жизненного пути, преодоление этого и нахождение этой внутренней связи и внутреннего контакта. Понимаете, да? И именно этим мы и занимаемся. Каждый раз, когда вы приходите на вашу встречу, ваше сознание слушает, что я говорю, ваше сознание слушает вместе с вашим подсознанием, но оно слушает, оно ещё не принимает действий, потому что фактически подсознание может принимать действия, основываясь на программы, которые внутри вас. И когда вы приходите на мои встречи, активации, которые мы сейчас проводим, я подключаюсь вот именно к этому аспекту подсознания для того, чтобы мы смогли перепрограммировать, вот чтобы мы смогли изменить это, для того, чтобы вам было легче жить. Представьте себе, да, когда у тебя есть доступ к этой части, которая управляет твоей жизнью. Потрясающая вещь, правда? Сколько потенциал внутри вас, сколько неразвезанных возможностей, сколько внутри вас есть жизни, энтузиазма, сколько внутри вас на самом-то деле скрывается. Я вам скажу одну вещь. Каждый из вас имеет правильно определенные понимания виднее себя, правда? Каждый знает, думает, хотя бы, правда, вы думаете, что мы знаем, кто вы. А я вам скажу вот такую вещь. Вы больше, чем вы думаете. Елена пишет, еще бы повысить самооценку для урока полюбить себя. Ах, абсолютно верно. Елена, молодец, конечно же, конечно же, все эти вопросы идут рука об руку с вопросом, а насколько я люблю себя, насколько я заслуживаю быть счастливой, насколько я заслуживаю избавиться от того, что мне не служит, и быть частью вот этого большего процесса моей жизни. И правда заключается в том, что эти вещи, которые, казалось бы, такие простые, нахождение себя, нахождение пути, многие люди так и не находят. Я видела много людей, которым по 50, 60 лет, и они в поисках, они так и не смогли найти своего предназначения, своей внутренней самореализации. Они всю жизнь потратили в жертвоприношение, отдались в жертву семье, мужьям, детям, и жизнь прошла. И жизнь прошла, и они поняли, что времени-то осталось не так уж и много. А что я видел в этой жизни? Никакой личной реализации, как женщины, никакой такой огромной реализации в личной жизни, какой-нибудь там страстной любви, о которой там все женщины тихонечко мечтают, что вот да, 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 я обязательно встречу самого человека, общение с детьми проблематично у многих, мы не являемся во многих семьях, да, самыми лучшими друзьями со своими детьми. Общение на уровне здоровья, жизнь тоже, если ты занимаешься не своей дорогой, друзья мои, это будет сказываться на здоровье. Если ты не идешь по своему жизненному, неужели ты думаешь, что твое физическое тело не даст тебе и об этом знать, оно тебе в первую очередь дознать. Помните, мы проходили курс по исцелению, помните, у тебя будут болеть ноги, у тебя будут проблемы с веном, у тебя будет огромное количество вещей, которые действительно мешают тебе идти на самом деле по своему пути, а не идти по ложному пути. У нас вопрос от Зои, а как насчет кармического долга, который заключается в служении кому-то. Нет, Зоичка, такого долга, что ты обязан служить кому-то не существует. Да, у тебя есть кармическая развязка, определенная, что значит карма в отношении? Карма в отношении предопределяет определенную тенденцию, определяет тенденцию в отношении. То есть, допустим, у тебя там муж в прошлой жизни был хорошим, а ты была плохой. Шансы того, что в этой жизни у тебя придет муж и захочет быть плохим, чтобы дать тебе попробовать вкус твоего собственного лекарства, как говорится, будут довольно-таки большие. Причем, если даже он сам лично не придет, тебе придет другой энергетический человек, который принесет тебе тот же жизненный урок. И твоя задача заключается именно в том, чтобы понять, проработать этот урок для того, чтобы он больше не повторялся. Если ты не проработаешь этот урок, ты разведешься с этим, мужем со следующим, у тебя будет одна и та же проблема, у тебя будут одни и те же лица. Но никто не говорил, что это долг служить кому-то. Если кому-то должен служить, это себе в первую очередь. Ставить себя на первое место, заниматься собой. И только тогда тебе вообще есть, что дать окружающим. Атамас пишет, в отпускании старых программ и создании новых очень важно умение рамки с энергией нового времени для проявления и материализации в своих планах. Атамас, очень интересный комментарий. Я не знаю, почему вы пишете, что программы, и какой критерием вы пользуетесь. Программы, они что, новые или старые? Старые это что, программы типа прошлых жизней, а новые программы этих жизней? На самом деле, для программ, если она часть твоей жизни, она у тебя сейчас. Поэтому она у тебя ни старая, ни новая, она твоя. Это раз. Семантика у нас здесь такая интересная. Дальше. Ты не можешь создать новые программы там, где у тебя блоки. Это самое большое недопонимание людей. Тебе нужно убавиться от блоков, и только тогда ты действительно сможешь изменить и открывать эти программы. Что значит энергию нового времени? Энергия нового времени это то, с чем мы и работаем. Это энергии, которые говорят, да, мы можем это изменить, да, мы можем с этим работать. Все планы нужны в материализации, безусловно, если мы будем всю жизнь говорить о том, как хорошо было бы, это говорит о том, что у нас энергия остается на ментальном уровне. У тебя рождается идея, у тебя духовный план, эта идея переходит в твой ментальный план, твой ментальный план тебе фразирует, говорит у тебя мозг, тебе говорит предложением, о, было бы здорово, если бы мы могли там поехать сделать то-то и сё-то, да. Затем у тебя эта энергия переходит в твое эмоциональное тело, твое эмоциональное тело чувствует прилив бодрости и говорит, да, эмоциональное тело такой прям заряд, оно тебе даёт мурашки по коже, идут, ты говоришь, Да, я хочу, хочу избавиться. И затем энергия должна перейти физически. Но если у тебя внутренние блоки, если у тебя недостаточно энергии, то, как вы думаете, у тебя сможет что-то манифестировать? Нет, у тебя все застрянет на этом уровне. И это именно то, что происходит с большей частью окружающих нас людей. И 80% на этом процессе. Наталья пишет, как избавиться от старых программ. Татьяна пишет из Москвы, аффирмации помогают убрать блоки. Окей. Правда заключается в том, что нет, аффирмации не помогают убрать блоки. Иначе, друзья мои, знаете, что если бы мы все здесь сели и сейчас бы сказали, у меня есть деньги, у меня есть деньги, у меня есть деньги, мы бы открыли глаза и у нас были бы деньги. Но ведь это не так, правда? Мы же не новички, мы ходим по всем этим тренингам. Одних аффирмаций недостаточно. Знаете почему? Потому что аффирмация – это какая вещь? Это ментальная вещь. Одной ментальной вещи недостаточно для манифестации. Для того, чтобы что-либо манифестировалось на физическом, у тебя должен быть баланс духовного, ментального, эмоционального, чтобы подключиться к своим подсознаниям. Наталья спрашивает, как избавиться от старых программ? Окей, опять называем их старыми программами. Никакие они не старые, друзья мои, они не похожи на старых дедушек. Они сидят в вашем организме. И если они сейчас, даже если они идут с какой-нибудь там пять жизней назад, у вас там что-то происходило, извините, активированы сейчас в вас. А это значит, они довольно-таки новые, они активные, они работают. Что можно сделать и как избавиться? Это именно то, что мы делаем сейчас в интегральном человеке. Все наши курсы, которые вы видите, это наш способ перепрограммирования в этих сферах жизни. И здесь предстоит работа, нужно перепрограммироваться, работать и работать в этом направлении. То, что вам предлагается, это не анимации, это магнитно-энергетический мой способ общения с вашим подсознанием. Когда я даю информацию, определенную для вашего мозга, а затем мы прорабатываем эти энергии, этих энергий, которые физически присутствуют в вашем теле. И если бы, знаете, Наталья, каждый мог бы этого делать, то мне бы сейчас здесь нечего было бы делать. И если честно, я вам скажу сразу и откровенно, очень мало кто действительно в обществе метафизическом поистине может переписать эти вещи. И Наталья сейчас предлагает вам курс «Интегральный человек». Но я вам скажу, что если у вас какие-то такие личные вещи, личные программы, пожалуйста, напишите Наталье, запишитесь ко мне на частную ситуацию. И я действительно помогу вам определиться, брать вот эти вот ненужные энергетические. И на частном уровне, если вы не хотите принимать, допустим, частью быть наших занятий, или вы там не можете приступить по времени, хотя у нас будет запись, и запись этих занятий также работает, как если бы вы присутствовали в прямом режиме, но некоторые предпочитают, чтобы это все было лично, то вы можете записаться у Натальи ко мне на частную консультацию, и это также будет хорошим вариантом для того, чтобы действительно начать. Наталья пишет «Курс «Интегральный человек» нужно начинать с первого, или можно вклиниться сейчас?» Натальечка, Вселенная, она не последовательная. У Вселенной нет такого, что вот у меня все идет 1, 2, 3, 4, 5. Нет, это линейное наше видение. И поэтому некоторые не думают, ой, там типа клуб уже давно идет, я типа опоздал, что можно сделать. Нет, 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 друзья мои, вы ошибаетесь. Вы можете взять именно ту часть клуба, которая вам нужна для любой сферы жизни. Вы можете написать Наталье, она вам для программирования, для прорабатывания личных отношений, для раскрытия своей сексуальности. У нас были курсы по питанию. У нас огромное количество на самом-то деле вещей, которые необходимы для духовного роста, баланса для того, чтобы энергия проходила из духовного, ментально, из ментального в эмоциональное. И, наконец-то, вся эта энергия могла бы манифицироваться на физическом уровне. Так что, да, если у вас есть какие-то либо вопросы, что вы не уверены, с чего начать или что вам нужно, напишите Наталье, она вам поможет в этом плане. Дальше вопрос от Галины. Смотришь ситуацию, осознаешь свой урок, благодаришь Творца и человека, который помог вам этот урок пройти. Тогда ситуация мгновенно меняется. Пишет Галина, мне это помогает. Галиночка, это очень здорово, мы за вас очень-очень рады. Но если бы все было так просто, Галиночка, то мы все бы сейчас сели бы, посмотрели и сказали, ой, дорогой Творец, да, у меня рак, ой, какой вот тяжелый жизненный урок. Да, я проснулся, раз у тебя рака нет. Нет, Галиночка, это так не работает. Это работает только лишь в некоторых сферах, когда у тебя нету серьезных программ. Понимаете, это работает тогда, когда у тебя нету блоков. Но у большего части населения есть блоки. Понимаете, да? Татьяна из Лондона пишет, Елена, вы действительно можете переписать программу, я в этом убедилась, вы владеете этим, это факт. Татьяна говорит сейчас о том факте, работа с ее уникальной кошкой Машкой, которая 25 лет необыкновенной красоты перс, который действительно имеет человеческие глазюки такие, да, и у которого было очень много непростых, ну, непростые жизненные ситуации, на самом деле. Вот, и я помогла Татьяне с этими моментами. Конечно же, ей тоже пришлось достаточно и работать, и тем не менее, была необходимая энергия. Ирина пишет, так что же правильно всегда думать, только позитивно и хорошо, и находиться на высоких вибрациях, или думать просто правду, если даже надумается совсем не очень хорошими мыслями. Ириночка, вы подняли очень хороший момент, потому что не существует просто правды. У каждого своя правда у тебя. Своя правда, человек, который тебя обидел, будет иметь свою правду. Понимаете, да? Поэтому нету такого правды. Есть одна простая вселенская правда. Вселенская правда заключается в том, что у нас есть закон гравитации. Веришь ты в гравитацию или нет, ты утром празднулся на Земле. Вселенская истина заключается в том, что завтра у нас будет Солнце. Веришь ты в Солнце или нет, Солнцу не нужно, чтобы ты в него верил. Оно пришло, у него свой цикл, независимо от тебя. Правда заключается в том, что у нас существует Творец, который всех любит, даже если люди не умеют это увидеть, не увидят это чувствоваться, и погрязли в своих уроках. Это правда. Но то, что происходит в личной жизни, Солнце мое является отражением в наших внутренних программах. Ваши внутренние фильтры являются очками, которые вам дают определенный диапазон. Вы пишете, всегда думать только позитивно? Ириночка, а попробуйте, попробуйте не иметь ни одной негативной мысли на протяжении 7 дней. Никто не может с этим справиться. Если они думают, что они справятся, так это только лишь. Тогда, когда они думали негативно, даже не об этом не подозревали. Потому что мы так устроены, мы устроены, мы общаемся с людьми, мы все время являемся частью окружающей среды. В нашей среде это просто нереально. Действительно, только позитивно думать. Понимаете? Ты думаешь, ты можешь в нашей среде находиться на высоких вибрациях? Ты думаешь, ты можешь выйти на улицу, тебя обязательно кто-нибудь там подрежет, тебя обязательно кто-нибудь там наступит на ногу. Это жизнь, это реальность, это происходит вокруг. Вы думаете, так просто быть на высоких вибрациях? Если бы это было так, потому что у нас, мы бы все уже давно были на высоких вибрациях. Нет, если, конечно, уехать в какую-нибудь там, вглубь, в лесу, построить себе дом и ни с кем не общаться. Завести себе огород, стать вегетарианчиком, да, там и вот себе житься. Да, вот тогда, возможно, ты действительно сможешь остаться на высоких вибрациях. Но наша жизнь включает в себя детей, других людей. Нам нужно кушать, готовить, нам нужно увозить в школы, нам нужно заправлять бензин, нам нужно покупать продукты, мыть посуду, убирать, стирать. И со всеми этими вещами, неужели вы думаете, это так просто? Так что, друзья мои, первая задача, это создать благоприятную среду, которая бы вам помогала. И наши курсы, как раз на протяжении этого года, и являются этой благоприятной средой. Благоприятной средой, которая будет поддерживать тебя, которая будет напоминать тебе, которая будет твоей средой единомышленников, когда ты придешь, и ты будешь вспоминать. Евгения пишет, даже с единомышленниками не получается быть на высоких вибрациях. Абсолютно верно, Евгения? Абсолютно право, потому что внутренние программы, подсознательные программы будут лезть наружу. И ничего с этим не сделаешь, ты получил эти программы, первые 7 лет жизни ты проводишь в гипнотическом состоянии, ты проводишь в тета-волне, твой мозг не способен принимать какие-либо решения в плане оценки. И тем не менее, первые 7 лет, Лайма пишет, но мы же не роботы. Не, абсолютно верно, Лайма. Мы биохимические, электромагнитные роботы, которые действительно управляют внутренними программами с иллюзией того, что ты хозяин своей жизни. Потому что, если бы ты был хозяин своей жизни, ты бы все уже давно своей жизни изменил, поменял у тебя, было бы так, как ты хочешь. И до тех пор, пока у тебя нету того, что ты хочешь, ты не хозяин своей жизни. Понимаете? И начинается это все. Брюс Липтон на сегодняшний день, он прекрасно написал, ваш мир отражения, ваши окружающие среды и ваших убеждений. И это доказано учеными. Итак, вопрос, так что же делать? Татьяна из Москвы пишет, ой, что же делать-то? Наталья пишет, действительно, очень сложно постоянно находиться в позитиве. Что-то или кто-то обязательно тебя выбит из этого состояния. Но здесь факт заключается в том, что они тебя выбивают из этого состояния, потому что, потому что в тебе есть эти программы. В тот момент, когда ты удалишь эти программы, которые являются триггерами, они перестанут появляться в твоей внешней жизни. Здорово, да, что на самом-то деле можно сделать. Галина пишет, что такое рак? Это нужно очень глубоко порабатывать. Чаще программы идут из прошлых жизней. Быстро не получится. Нужна действительно глубинная работа над собой и честность с самим собой. Да, Галиночка, но большая часть людей не способна даже быть честным с самим собой. Понимаете? Большая часть людей врет самим себе. И говорит, у меня все в порядке, у меня все нормально, у меня все хорошо. И при этом продолжает вязать все глубже и глубже в этих программах. Лайма пишет, жить и радоваться, под ногами лужи купи ботинки. Да, Лайма, что-то в этом роде. И еще работать, работать и работать не забывайте того, что все-таки придется действительно заняться. Причем работать это сложно в самом-самом начале. Затем, когда ты действительно подключаешься к этому процессу, у тебя уже действительно происходят очень необходимые изменения, которые помогают тебе в этих процессах быть иными. Тогда уже твои финансы, твоя карьера, твое видение себя. Сколько вот людей хотело бы поистине найти себя, свою вот карьеру. Вот допустим, что для вас карьера? Галина Голубкова пишет, у меня пошли огромные изменения во всех сферах жизни только после курсов, Леночки. При этом я работаю каждый день с записями, работаю, работаю, работаю. Я счастлива и благодарна Леночке за встречу и ее потрясающие курсы. Благодарю бесконечно. Ой, Галина, большое-большое спасибо. Спасибо за ваши слова благодарности. Скажу вам, друзья мои, что для меня самые лучшие слова благодарности это ваши рекомендации, когда вы можете порекомендовать то, что вы прошли, эти изменения, которые вы прошли другим, для того, чтобы мы смогли действительно сделать больше когерентных людей, больше высоковибрационных людей, людей, которые действительно учатся быть счастливыми, у которых это получается просто прекрасно. И смотрите, что получается очень интересно, друзья мои. Я вам скажу так, не все готовы для правды. Не все верят. И нет такого правила, которое бы сказал, ну так, все, вот пришел тебе там 30 лет, ты должен видеть правду. Нет. Многие живут во лжи, в ложном. Я всю свою жизнь и им пытаешься объяснить и показать способы, и они этого не видят и не слышат. Но, допустим, для вас напишите мне, пожалуйста, что такое карьера для вас. Причем, напишите мне пять вещей, которые для вас равняются карьере. Я вижу, у нас есть активные участники, поэтому есть, кому писать. Итак, пять ассоциаций. Что такое карьера? То есть, карьера равно все сразу пять, чтобы у вас не было здесь этого попкорна. Напишите мне, пожалуйста, каждый человек, что такое карьера для вас. То есть, карьера равно и пять слов, которые для вас описывают карьеру. Ну и пока вы пишете, Наталья пишет, что после выступления скажу, где посмотреть другие курсы. Спасибо, Наталья. Пока у нас участники, я вижу, у нас активные участники. Елена Меташов, Галина Голубкова, Атомас у нас сегодня присоединился. Я вижу, что у нас Зоечка что-то пишет, Мариночка пишет. Пишем, пишем, пишем. И давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось. Итак, карьера это личностный рост, пишет наша Зоя. Спасибо, Зоечка. Молодец. Что у нас еще есть? Желательно, Зоечка, не попурным, да, ни одно слово. Мне нужно пять. Мне нужно слово карьеры и пять первых слов, которые придут в вашу голову. Как, Ириночка пишет, карьера, самодостаточность, материальное благополучие, прекрасное отношение с близкими, любовь и благополучие. Замечательно, Ириночка, очень вдохновляющий список, отражение прекрасных, прекрасных, конечно же, программ. Елена Миташов пишет. Повышение самооценки, удовлетворение от жизни, самореализация и любовь. Раз, два, три, четыре. Елена Миташов, еще одно слово мне нужно. Дальше, Марина пишет, самореализация, состояние счастья, материальное благополучие. Татьяна из Москвы пишет, карьера это изобилие денег, уверенность в завтрашнем дне финансов, друзья, уверенность в себе. Лиля, радость от выполненной работы, успех, изобилие, любовь, радость в жизни. Сейчас еще несколько человек пишут, и я с удовольствием прочитаю ваше понимание, что же такое карьера, и это, конечно же, здорово и потрясающе. Так, кто у нас еще там пишет? Светлана пишет, карьера это страсть, чувство своего места, достаток. Томас пишет, самореализация, выполнение плана души. Итак, что я хочу показать данным, примером, друзья мои. Марина у нас также пишет, карьера это любимое занятие, самовыражение, личностный рост, уверенность в себе и счастье, радость, любовь, масса новых возможностей. Замечательно, очень позитивный список. Валентина пишет, самоуважение, материальный достаток, интерес к жизни. Наталья пишет, что успех и процветание, саморазвитие, деньги, страсть, счастье, удовлетворение. Что я хочу, чтобы вы обратили внимание? Обратите внимание, что карьера для многих это разные вещи. Допустим, Галина пишет, карьера, любимое дело, занятие, вера в себя, профессионализм и активность. А для Нины карьера это самовыражение, удовлетворение своей работы, благополучие, радость и любовь. Видите, какие, это все прекрасно, это позитивный аспект, но теперь, тем не менее, вы видите, насколько они разные. Так вот, друзья мои, когда вы придете к нам на эти два занятия, то вы, когда я буду говорить слово карьера, согласно вашим внутренним фильтрам карьера для вас, это прорабатывание именно тех вещей, которые вы сейчас написали. Для Евгении это самовыражение, личностный рост, благополучие, счастье и любовь. Юля Лас пишет, карьера, любовь к себе, финансовое удовлетворение, баланс и личный рост. Людмила Гудренник из Латвии пишет, личностный рост, самореализация, изобилие, любовь и профессионализм. Ну что ж, мы тогда по этому, на этом закончим. Не пишите, я сейчас черточку поставила, спасибо. Так вот, и именно эти вещи вы и будете получать, получать, когда вы снимаете блоки и подчищаете эти сферы жизни. Людмила пишет, еще реализация себя во всех сферах. Абсолютно верно. И каждый из вас прав. Каждый из вас прав. Нет такого правила, которое бы сказала, что карьера это только эти пять вещей в вашей жизни. Я хотела вам таким образом показать, что у каждого свое понимание согласно своим внутренним подсознательным фильтром. У каждого из вас свои очки на жизни. И мы сейчас идем, так сказать, подчищать эти фильтры для того, чтобы у нас были другие результаты. И еще один вопрос. Давайте там быстренько еще пять вещей на финансы. Что такое финансы равно и пять слов. Постарайтесь по словам все это реализовать. Мы сейчас посмотрим, а какие программы у наших участников на финансы. Что такое финансы для вас? Что значит благополучие финансовое? Что это такое? И мы сейчас увидим, как наши внутренние фильмы, так, по-возочку нарисовала и пишем, как внутренние программы подсознательные определяют нашу жизнь. Соответственно, если вы не чувствуете, что вы занимаетесь теми вещами, о которых вы пишете, это говорит о том, что у вас будут в этой сфере блоки. Допустим, Галина пишет, финансы это энергия. Галиночка, пять слов. Так, Дмитрий Ольга, финансы, свобода, движение, возможности, легкость и радость. Прочувствуйте энергетику тех слов, которые сейчас на вашем экране. Марина пишет, свобода, возможности, исполнение желаний, духовный рост. Аша пишет, финансы это комфорт, радость, возможности, свобода и счастье. Ашенька, да, как глубоко, как прекрасно. Ну что ж, и еще несколько фраз. Так, Татьяна, Москва, финансы, возможности, обучаться, Елена, урежнева, ха-ха-ха, смешно. Поездка в Перу, правильно питаться, прилив энергии, покупать гематрию, отдых, салон на красоты. А это что? Это и есть счастье для некоторых. Галина Голубкова, радость, счастье, свобода, путешествие, изобилие, лилия, возможность реализации потребностей. Итак, смысл здесь мы поняли, правда? Мы поняли, что финансы это одно слово, которое управляет огромной частью вашей жизни. И неужели вы думаете, что во всех этих сферах вашей жизни, для того, чтобы достичь этой свободы, уверенности, красоты, изобилия, здоровья, комфорта, развития и счастья, неужели вы думаете, что это будет сделано автоматически? Если бы это было автоматически, то у нас уже бы все мы, повторив одну аффирмацию, у меня есть свобода, изобилие, у нас бы уже у всех все давно было, но у нас этого еще же нет. Это самая оптимальная жизнь, которую бы мы хотели. Так вот, друзья мои, с сегодняшним упражнением я просто хотела вам показать, насколько глубоки те вещи, которые мы делаем в этом интегральном клубе. Если вы еще к нам не присоединились, то действительно ваша окружающая среда должна воспитать, и это именно то, что мы делаем. Мы вытаскиваем вот эти вот внутренние подводные камни, так сказать, программы, сорняки, для того, чтобы вместе с вами, и мы делаем это вместе с вами, я знаю, что Наталья и я, я каждый раз люблю делать эти тренинги, потому что я сама прочищаюсь, потому что я сама вырабатываю и прорабатываю свои сорняки, потому что я так же, как и вы, человек, человек, у которого есть эмоции, человек, у которого есть жизнь, человек, у которого есть дети, у которого есть там куча-куча дел, я так же смотрю кино, правильно, я так же хожу в кино, я так же хожу, встречаюсь с друзьями, и я так же программируюсь некоторыми вещами, я замечаю эти вещи, я улавливаю, и мне их нужно перерабатывать, понимаете, и именно здесь среда является ключевым фактом. У меня вот потрясающий, знаете, пример есть, я сейчас дома у себя эксперимент тоже сейчас делаю, эксперимент был, я его рассказывал в алхимии исцеления, те из вас, кто проходил курс алхимии исцеления, слышали об этом, конечно, потрясающий курс, так вот, я там рассказываю об эксперименте и, конечно же, говорю, кто, чего и как, но смысл эксперимента был в таком, да, там было у нас три цветочка, которые имели, были маленькие отросточки, у которых было по пять листочков, и вот их положили в разную среду, один горшочек с листочком идет в среду с пятью листочками, да, которая позитивна, где его там, у него есть энергетическая подпитка, то есть с этим цветочком энергетически общаются, говорят ему, насколько его любят, посылают ему энергию, играют в хорошую муну, правильно его питают, в другой среде его игнорируют, то есть никакой энергетической подпитки нет, с ним никто не разговаривает, не общается, вот там он стоит, но его питают, ему дают водичку, ему дают все, что нужно, у него есть свет, но у него нет энергетической подпитки. И третий листочек, который вообще забыли, третий горшочек идет в другую изолированную комнату, но опять же, чтобы не было там влияния, и про него просто забыли, его там уже не кормят, не поливают там через раз, и значит они смотрят через 30 дней, что происходит с этими растениями. Как вы уже догадались, в первой комнате листочек, который получил максимальную стимуляцию, позитивную среду, вы можете себе представить, что он, конечно же, удвоил количество, свой размер, количество листочков, следующий, который находился в той комнате, где его игнорировали, он остался таким же. У него было питание? Да, он кушал каждый день, у него было солнце, которое не обходило его роста, но у него не было энергетической подпитки. И третий, как вы поняли, он наверняка уже там весь сох, он потерял все листочки, на нем там остался один листочек. Так вот, ученые решили, если мы изменим среду, и вот этого листочка, который был брошен и забыт, если мы сейчас его возьмем, мы поставим в ту комнату, которая самая первая, да, которая получается максимальная стимуляция, его туда положили, вы начали опять питать, и солнышко ему давать, и с ним разговаривать, и энергетически его подпитывать, да, и словами, и энергией ему посылать. Как вы думаете, что с ним произошло? Смог ли он восстановиться? И ответ, да. Он ожил, он пробудился, и он стал расти. Но знаете, что самое интересное? Он догнал первый листочек, который все это время находился в этой среде. И это было самым еще и феноменальным открытием. Лайма пишет, ну и думать не надо. Абсолютно верно. Лайма, конечно, это же все так очевидно. Марина пишет, это я наблюдаю на своих растениях. Молодец, Мариночка, что это видите. У меня дома также есть моя любимая орхидея, которая якобы там у меня умерла, и затем я про нее забыла, я была в разъездах, ничего не поливала, приезжаю, у меня она вся засохшая. И вот я ее давай поливать, 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 с ней поговорила, мы, так сказать, простили друг друга. И у меня сейчас у этой орхидеи прекрасные бутончики, которые скоро откроются, и меня она порадует своими прекрасными цветочками. Так вот, Зоя пишет, и я в этом году реанимировала три цветка фиалок. Так вот, об этом и речь. Ваша среда, это и есть та энергетическая подпитка, которую, казалось бы, сначала не видишь. Большая часть людей питается вещей, но этого недостаточно для духовного роста. Так что, друзья, могу только порекомендовать одно. Искренне, искренне от всего сердца скажу, что приходите, присоединяйтесь, записывайтесь в клуб, приглашайте своих друзей, чтобы у вас была среда, чтобы мы все смогли сейчас реанимироваться, потому что нас ждут непростые дела. И нам нужно быть в своей максимальной форме, друзья, мы перед Новым Годом. Начало подготовки уже сейчас идет. Поэтому, чем в лучшей форме мы сможем увидеть этот Новый Год, а я уверена, что мы также будем делать какую-нибудь уникальную программу, программироваться еще на Новый Год с шаманом Пумой, что-нибудь такое сделаем, то мы действительно сможем увидеть потрясающие результаты на следующий год. Татьяна с Москвы пишет, эх, хочу себя реанимировать. Умничка, умничка, Татьяна. Галина пишет, Елена, после появления вас, ваших энергий в моей жизни столько перемен, только успеваешь благодарить Вселенной, все интереснее и радостнее жить. Благодарю вас. Галиночка, я чувствую себя так же, как и вы. Все интереснее, все радостнее Вселенной. Действительно, с каждым днем преподносят новые возможности. Лиля пишет, с моей кошкой, которую мы подобрали на улице. Абсолютно верно, Лилечка. Марина пишет, Лена, при проработке денежного вопроса, есть ли разница, когда говоришь финансы или деньги, если есть, то какая. Мариночка, разница есть и она только лишь в вас. Сядьте, напишите, финансы, и что такое финанс для меня и пять вещей, что такое деньги для меня. Посмотрите, что общее и в чем разница, и таким образом вы найдете эту разницу. Ну что ж, мои милые друзья, наше время подошло к завершению моей части сегмента. Я передаю микрофон нашей любимой Наталье Арсенен. Благодарю еще раз за эту возможность быть частью вашего вечера. Благодарите ее за то, что она сделала это пространство для всех нас соединиться. Мы, так сказать, давно не виделись. Так что я была все это время с вами. Я надеюсь, что вы сможете получить запись, прослушайте ее снова, снова и снова. Дайте себе возможность нового понимания, нового видения. Откройтесь, оставьте ваши убеждения где-нибудь в другом месте. Они никуда не денутся. Да, и откройтесь для нового. Я вас всех люблю, целую. Надеюсь, ты готова.